Таранить заранее не готовился вообще. Правда, все советские лётчики, авиаторы, мы знали о таране Нестерова, первого лётчика в мире, совершившего таран. И, собственно, любой наш лётчик был подготовлен, так сказать, теоретически к этому, теоретически и морально. Но тот вылет, который произошёл в мой таран, был вылет на прикрытие наземных войск. Наша задача была не допустить бомбардировки наземных войск. Совершён таран был следующим образом. Мы прикрывали, повторяю, войска, ожидали, вот-вот бомбардировщики появятся, японские, из облаков. Но сначала появились истребители, и они были выше нас и перешли в атаку. Причём первую атаку произвели на лётчик, который пристроен, был позади эскадрильи, в замыкающем был, старший лейтенант Вуз. Он первый раз вылетел в бой, у него ещё не было отработано, как следует, осмотрительность, и он не видел, как японские истребители зашли к нему в хвост. Я понял, что он не видит противника. Они сейчас могут его сбить. Я сделал разворот боевой на 180 градусов и пошёл в лобовую атаку. Я принимаю решение таранить. Ударил винтом по фюзеляжу, крылом задел за шасси, часть хлеса противника осталась в моём крыле, а филляж самолёта противника был перерублен. Самолёт противника развалился.